грузинская сказка красавицы далекой страны не газете жил один царь и было у него три сына постарелся уж зрение потерял и думает надо мне испытать кто из моих сыновей более достоин царствовать вызвал старик старшего сына и спрашивает скажи мне что на свете полнее что быстрее и что прекраснее всего хочу испытать тебя достоин ли ты царствовать ответишь как должно посажу тебя на царство а у того царя был чудесный конь вот и говорит старший сын нет на свете полнее вашего коня прекрасней вашей супруги это у нас своей матери быстрее ваших гонких нет сын мой не достоин ты царствовать сказал отец и вызвал среднего сына сказал средний сын самая прекрасная моя жена самый полный мой конь а самая быстрая моя гончая нет и ты не достоин царства сказал отец и вызвал младшего сына вот сын мой одна надежда на тебя и зрение ты должен вернуть и загадки мои отгадать скажи мне что на свете полнее что прекраснее и что быстрее всего сказал младший сын что может быть прекраснее весны полной и сытной урожайной осени и что может быть быстрее взгляда вашего в минуту всего достигнет и все охватит взор воистину один ты достоин царства сказал отец ты вернешь мне утерянное зрение хорошо сказал сын дайте только подумать у того царя был конь пошел юноша к тому кому не о коне говорит что задумался скажи отцу чтобы заказал тебе седло с девятью подпругами да дал бы тебе свой лучший меч за плеть как сядешь на меня ударь меня той плетью так чтобы на три коломана кожа с меня слетела я и понесу это так что никто и не заметит воздух ли я взлетел или в землю провалился где остановлюсь там сойди и начни рыть землю найдешь лекарство для отца только смотри хватай его скорее а не успеешь улетит в небо выполнил все юноша прилетели они на то место спешился он разрыл землю вдруг что-то словно снежок вылетела из земли унеслось в небо и растаяло в воздухе это быстро что не успел он и разглядеть не только схватить его руками сказал конь ну это только через неделю упадет обратно а пока чем здесь дожидаться лучше ехать ныне царь востока идет войной на царя запада хочет поработить его надо нам вмешаться помочь и снимал посмотрел юноша видит двигаются что-то так и черно все от пыли а это восточного царя войска движутся полетел юноша на своем коне в самую гуще врезался давит конь копытами а юноша рубит по обе стороны мечом всех перебил только царь со своими советниками успели убежать а царь запада смотрит в подзорную трубу и видит разбиты враги бежали девица царь кто это сослужил мне такую судьбу всех моих врагов истребил порезал себе юноша в этом бою мизинец послал царю сказать пришлите мне чем руку перевязать какое пришлите прибежали все окружили его ведут с почетом ввели в отдельную палату уложили отдохнуть а коня отвели в конюшню расседлали почистили покрыли попоны кормить его пешмишем с миндалем позавидовали царь и дворцы испугались как бы не приблизил к себе царь этого юношу пошли и доложили царю этот юноша может достать слоновые кости на целый дворец велите ему принеси вышел юноша к завтраку а царь говорит ему поставь мне дворец и слоновые кости дайте подумать сказал юноша пошел сказал коню это не трудное дело говорит конь возьми только у царя что бурдюков вина каждый на 30 ведер да побольше шерсти поставим ему дворец и слоновые кости так и сказал юноша царю приготовили ему и вина и шерсти отправился в ту страну где слоны водятся приехал стоит гора и бьют 9 штуреных ключей стекаются они все вместе эту воду и бьют слоны пригодил юноша путь воде у истоков шерстью пустил ее в другую сторону а из оставшейся шерсти и камней устроил запрузу и налил в нее вина а ну взгляни лежат слоны или идут спрашивает конь одна группа видна говорит юноша ну так скоро придут говорит конь спрятались они пришли слоны на водопой а воды нет попробовали вино не по вкусу пришлось отошли да мучит их жажда что делать постояли постояли не выдержали вновь подошли стали пить вино пьют пьют охмелели все и повалились на день а теперь иди работай мечом говорит конь режь клыки что могли забрали остальное в кучу сложили чтобы в следующий раз увезти привезли они слоновые кости ошалели царедворцы не погиб он там вернулся а юноша возводит дворец золотые гвозди забивает радуется царь а царедворцы приходят и говорят что за молодца вы нашли да это что он может поймать царь птицу посадить ее золотую клетку и повесить на стену дворца весь мир будет дивиться ее пению вызвал царь юноша и говорит привези мне царь птицу дайте подумать до завтра говорит юноша пошел к коню вели царь привести царь птицу ничего говорит конь пусть дает 9 бурдюков проса каждый по 30 ведер привезем ему и царь птицу дал царь проса поехали они в чужие страны едут едут видят горы в горах птиц видимо-невидимо щебеют поют на все воды заливаются сказал конь ложись теперь и насыпь себя просом слетятся птицы а царь птица сядет сверху над самым твоим сердцем знай как клюнет тебя царь птица раз и два и три тут и хватая ее а потом не поймаешь лег юноша засыпал себя просим летит царь птица летят за ней другие птицы щебечут на все воды заливаются сели клюют клюнула царь птица раз другой а как клюнула в третий тут и схватил ее юноша и скачал на ноги набросились на него птицы клюют царапают бьют крыльями вот-вот заклюют беднягу налетел конь разогнал всех птиц подхватил юношу с царь птицы и улетел приехали привезли царь птицу девица царь дворца и это сумел живым вернулся пошли доложили царю велите ему если он такой молодец пусть привезет вам в жены красавицу из далекой страны не газете призвал царь юноша и говорит привези мне в жены красавицу из далекой страны не газете пошел юношу коню и сказал задумался конь это нелегкое дело и вот в чем загвоздка той красавицы из страны не газете служит кобылица моя сестра она и сильнее меня и быстрей боюсь не управиться нам с нею да уж что делать едем только знай живет эта красавица в замке дверь на восток у нее отворено а на запад закрыта там у дверей коза и волк на привязи у козы кость а перед волком все на пучок я и моя сестра кобылица там же на страже стоит ты дверь на восток затвори на запад отвори козе брусь сено волку кость я займусь четрой кобылицы а красавица сидит в замке распустим длинные предлинные волосы как войдешь намотай скорее волосы на руку успеешь твоя она а нет погубит она нас приехали схватил юноша кость указы и бросил волку а козе дал сено отворил западную дверь влетел в замок затворил восточную дверь бросил за красавицы и в них намотал я волосы на руку закричала красавица восточные двери спасаете еле еле дождали и затворили наши намки дали отдохнуть петлям опять отпираться говорят вах сложная дверь западные двери спасает еле-еле дождались отворил nas ли проветрить петли опять запираться говорят западные двери спасай кiscal еле-еле сена дождалась стану я бросать его Выручай волк Впервые мне кость бросили, говорит волк Не штану я бросать ее Зовет красавица Кобылицу Спасай, моя верная Я и с братом своим справиться не могу До того ли мне, говорит Кобылица Так одолел юноша красавицу из страны Негазети И повез ее к царю Приехали и говорит красавица Не покажусь я царю, пока не поставят мне большую Ванну все из мрамора Да не зальют ее молоком кипящим Искупаться Поставили ванну, наполнили молоком кипящим Пусть пожалует царь, говорит красавица Пришел царь Извольте раньше вы выкупаться Сказала красавица Подошел царь к ванне посмотреть А красавица как толкнет его Свалился царь в кипящее молоко И сварился Побросали в молоко и всех царедворцев Никого в живых не осталось Достались так юноши и восточное царство И западное, и красавицы И далекой страны Негазети А тут пришло время И тому ж надо бью От слепоты с неба слететь Вот-вот он опять в землю зароется Полетел юноша на коне Успел схватить его в воздухе Не дал коснуться земли Едет юноша домой Везет красавицу Везет отцу лекарство от слепоты Обрадовался слепой отец Что вернулся сын с победой Вот отец и лекарство от слепоты Я тебе привез И эту красавицу из далекой страны Негазети себе отвоевал И еще два царства завоевал Порадовал сын отца Прозрел отец Справили богатую свадьбу И зажили счастливо Субтитры сделал DimaTorzok